МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПА-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. В ближайшие несколько минут о главных событиях прошедшего дня. Вот в таком состоянии все должно быть и сделано. На смену непрезентабельным ролетам комфортные павильоны. Как должен измениться, облик Анапы обсудили на городской планерке. Здесь должны быть, наверное, лавочки. Здесь нужно сделать благоустройство зеленья. Новая зеленая зона. В центре города высаживают молодые сосны. Хочу всем пожелать хорошего, красивого боевого. Победный апперкот. В Анапе завершилось юношеское первенство России по боксу. Анапа получит дополнительные средства на модернизацию водопровода. Из региональной казны на эти цели будет предусмотрено порядка 8 миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство 150 километров централизованных водоводов в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Одним из лоббистов этого решения была депутат Законодательного собрания края, представляющая нашу территорию Юлия Пархоменко. По ее словам, эти целевые показатели заложены в региональную госпрограмму по развитию жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие пять лет. Приведение торговых павильонов в центре курорта к единому архитектурному облику, подготовка к Новому году, благоустройство Пионерского проспекта и открытие детских садов. Эти вопросы сегодня обсудили на общегородском планерном совещании, которое провел глава Анапы Юрий Поляков. Все подробности в нашем сюжете. Одна из задач, поставленная главой курорта – заменить устаревшие ролеты. Торговые ларьки в таком виде давно потеряли свою актуальность и выглядят непрезентабельно. Гостям и жителям Анапы намного удобнее делать покупки в комфортных магазинах с отдельными помещениями. Городское управление архитектуры уже разработало эскизы новых торговых павильонов. В первую очередь они появятся на улице Горького. Вот если вы взяли эти эскизы, да, по Горького там и в дальнейшем где-то будете, чтобы вы довели это тогда до логического завершения, чтобы эти объекты именно так и выглядели. Поэтому я сразу вас прошу, вот все, кто обратился там с улучшением по Горького, пожалуйста, вот в таком состоянии все должно быть и сделано. К новому курортному сезону продолжается благоустройство Пионерского проспекта. В эти выходные сотрудники администрации и муниципальных служб, предприниматели и местные жители высадили более 80 сосен. К 10 декабря на проспекте будет разбита целая аллея из ста хвойных деревьев. Ее дополнят декоративные украшения и подсветка. Смонтировано 182 элемента декоративной подсветки деревьев. Общая протяженность проведенных работ составила 1620 метров. В настоящий момент работы продолжаются. Конечно, очень красиво. Но надо начать и с той стороны, со стороны ожемчужины, селены, чтобы тоже двигались, а навстречу, чтобы у нас не получилось, а дошли там до Дельфинария и все, и остановились. То есть все зеленые зоны, которые идут с той стороны, чтобы точно так же были освещены. Понятно, да? То есть рассматриваем весь Пионерский проспект. Еще одно поручение главы. Разобраться, как на пешеходном тротуаре на улице Рождественской мог появиться забор. Чтобы его обойти, людям приходится выходить на проезжую часть. Поехать туда, разобраться, разгородить. Кто загородил, наказать. Проверить, кто строится рядом с разрешением, без разрешения. Разберитесь, пожалуйста. Кто забор поставил там вдоль тротуара, вдоль дороги. Теперь люди идут по тротуару, выходят на дорогу. Тротуара нет. Разобраться надо, куда смотрели, где Сугак, где архитектура, где все. Это город, в котором вы все живете, понимаете. А кто-то приходит и начинает там выгораживать себе какую-то территорию. Реакция на поручение главы была незамедлительной. Буквально через час на улице Рождественской побывали специалисты муниципального контроля. Они установили, постройка незаконная. Материалы отправили на административную комиссию, где и будет принято решение о демонтаже. В Анапе завершается строительство сразу нескольких социальных объектов. В Суворово-Черкесском готовится к открытию новый пост пожарной охраны. Сейчас ведется обшивка внутренних стен, устройство потолков и стяжка пола. В хуторе Усатого Балка построено здание амбулатории врача общей практики. Завершается шпатлевка стен, укладывается плитка, ведется установка, отопление и пожарной сигнализации. На 99% готово к сдаче дошкольное учреждение в хуторе Воскресенский. Уже на этой неделе заключение о соответствии получит и детский сад Орленок. То есть мы видим, да, монотонно до конца года мы стремимся к тем цифрам. По открытию детских садиков два открыли, Воскресенский на подходе, Орленок на подходе, Черное море в оформлении документов до конца года тоже его сдадут в эксплуатацию. Но скорее всего откроем его уже после Нового года, в смысле начнем группы заселять. Она поготовится к встрече Нового года. На главной площади города уже появился каркас будущей елки. Из-за непогоды работы временно приостановлены, но зеленая красавица будет установлена на театральной площади в ближайшие дни. Здесь же специалисты заменили ограничительные столбы на декоративные ограждения в виде пушек. Такие необычные арт-объекты уже были установлены в районе Русских ворот. В общей сложности в Анапе появилось порядка 20 новых ограждений. Кроме того, в эти выходные завершились работы по расширению улицы Ленина. Дорога полностью заасфальтирована, а на автобусных остановках восстановили тротуарное покрытие. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анабарьем. По поручению главы Анапы на улице Терской посадили несколько молодых сосен. Две недели назад, во время рабочего обхода, Юрий Поляков поставил задачу коммунальным службам привести в порядок одно из центральных мест города. На клумбах у пешеходной зоны между улицами Терска и Протапова вместо цветов была сухая трава, а от старых деревьев остались пеньки. Здесь должны быть, наверное, лавочки. Здесь нужно сделать благоустройство зеленения. До курортного сезона вот эту часть надо привести в порядок. Хорошее место, центр города. Часть поручения была выполнена на этой неделе. На клумбах посадили молодые хвойные деревья. Благоустройство продолжится к началу курортного сезона. Эта аллея станет новой зоной отдыха. У Анапы, возможно, появится еще один город по братим. Об этом стало известно во время встречи главы курорта с новым генеральным консулом Турции в Новороссийске. Фарад Байар отметил, что у наших территорий есть много общего. Черноморское побережье Турции очень похоже на курортную часть Анапы. Будущим консул высказал намерение содействовать установлению по братимских отношений с одними из турецких городов. Юрий Поляков поддержал предложение. По мнению главы Анапы, установление международных культурно-туристских связей пойдет только на пользу. И к другим темам. Анапские полицейские изъяли из незаконного оборота более полутонны алкоголя. Накануне в ходе выездного мероприятия по выявлению мест несанкционированной торговли, спиртосодержащей продукции и фактов нарушения правил ее продажи, полицейскими Анапы был выявлен факт незаконной реализации в баре «Секрет винодела», расположенном по улице Горького. Чачу и вино разливали в потребительскую тару и торговали на вынос. Никаких сопроводительных документов на алкоголь продавец предъявить не смог. В отношении директора торгового предприятия проводится проверка. Предпринимателю грозит серьезный штраф с конфискацией продукции. В Анапе завершилось первенство страны по боксу, посвященное памяти заслуженного тренера России, анапчанина Александра Аксенова. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из разных регионов возрасте 14-15 лет. Накануне организаторы подвели итоги турнира. Все подробности у Руслана Душевского. По традиции первенство России прошло в спортивном комплексе «Витязь». Турниры всероссийского уровня проходят в Анапе регулярно, но впервые соревнования стали носить имя анапчанина, заслуженного тренера России Александра Аксенова, который стоял у истоков создания федерации бокса в нашем городе. В день открытия соревнований его супруге вручили цветы. Руслан Довиманович Богатырев, председатель комиссии федерации бокса России по проведению соревнований под вашим адресментом, уважаемые участия. Хочу поблагодарить федерацию бокса России, южного федерального облака, федерацию бокса государства в окраине, конечно же, федерацию бокса города Рутанана, что данный турнир будет носить имя памяти моего отца. Что касается турнира, хочу всем пожелать хороших, красивых боев и, как я люблю это сговорить, самое главное, что это здраво. На турнир прибыли лучшие боксеры южного федерального округа, в числе которых были и анапчани. Они показали отличные результаты. И это не случайно. В нашем городе бокс один из самых популярных видов спорта. На данный момент федерация открыла практически в каждой станице, открыл спортзал, дети тянутся, дети хотят заниматься. На данный момент у нас около 630 детей занимаются боксом. Мы проводим здесь международные турниры, Европу, Россию. Поэтому в этом отношении у нас работа ведется хорошо. Федерация бокса в нашем городе сегодня на подъеме. Анапские спортсмены, благодаря поддержке администрации курорта, принимают участие в самых престижных соревнованиях. Одно из таких – нынешнее первенство России. У нас поистине хорошая федерация. Это не громкие слова. Это надо посмотреть на их дела, на то, что они делают для города курорта Анапы. Непосредственно они вкладывают свои средства в развитие этого спорта, спортбокс. И на самом деле есть большой результат. Уже как президент бокса Александр Кулиев сказал, что строится почти в каждой станции спортзал – это за счет федерации бокса. Не каждая федерация может себе это позволить. То есть тем самым мы говорим о том, что люди вкладывают в детей здоровье наших детей, здоровье нашей нации. Спортсмены, тренерский состав и зрители соревнованиями остались довольны. Примечательно, что победители первенства войдут в юношеский состав сборной России по боксу. А это весьма серьезная ступень в спортивной карьере. Руслан Душевский, Анапа, регион. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, с сегодняшнего дня ожидаются сильные осадки в виде дождя, а местами и мокрого снега. Прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Обращаясь к жителям, гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Открылась новая продуктовая база «Альтернатива восточному рынку». Овощи и фрукты, крупы и молочная продукция от кубанских производителей по низким ценам. Анапа, Кольцевая, 15. Оптово-розничная база в районе санатория «Россиянка». Поворот на Чембурку. Бесплатная парковка для посетителей. Падала земля, с неба падала земля, Разрывая крик, в небе падла, где война. Плавилась броня, захлебнулся автомат, Затрынул в глаза от из смерти гвардии сержант. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходишь, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат, солдат, солдат. И на рассвете вперед уходит рота солдат. Уходишь, чтоб победить и чтобы не умирать. Ты дай им там прикурить, товарищ старший сержант. Я верю в душу твою, солдат. Анапа-регион. Это актуальные новости курорта в ежедневных выпусках на информационном портале www.anaparegion.ru и в социальных сетях с общей аудиторией. Более 30 тысяч человек. Одна из самых рейтинговых радиостанций России Европа Плюс с хитами мировых чартов. Курортное радио, которое звучит для вас на центральных улицах Анапы. Анапа-регион. Это ваш надежный партнер в продвижении бизнеса. Звоните 27 207. Пишите инфособака.anaparegion.ru Читайте и смотрите на www.anaparegion.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин